Из древнего ирландского эпоса, принадлежащего племенам Туатады и Таанан, некоторые послесловия к финальной битве при Мак-Туэриде. Не увижу я света, что мил мне, весна без цветов, скотина без молока, женщины без стыда, мужи без отваги, море бесплодное, леса без желудей, неправедный суд старцев, лживые речи берегонов, каждый станет предателем, каждый мальчик станет вором. Илья. Хорошее начало. И основная идея того, о чем мы сегодня будем говорить, заключается в очень пессимистическом пассаже, что нет прогресса, а есть деградация. И что чем дальше развивается цивилизация, тем больше мы погрязнем в иллюзиях, в лжи, в, Генон говорил, извращениях культуры. И в этом смысле он очень пессимистичен. Нас не ждет ничего хорошего. Чем дальше, тем более развращенным и деградирующим будет человечество. И Генон оказался одним из первых критиков, в первую очередь, европейской, западной цивилизации. Критиком, который вышел в своих поисках из лоно-католической церкви, прошел через увлечение масонством, через поиск мистических путей к истине. В итоге он нашел свою тропинку к тому первоначалу, из которого черпает всю энергию цивилизация человеческая, в суфизме. Человек, который принял ислам и, будучи правоверным мусульманином, переехал жить в арабский Каир, завел совершенно исламскую правильную семью. И будем надеяться, что он нашел то первоначало, которому всегда стремится. Кстати, последнего ребенка он зачал, ему было под 80 лет. Ну, то есть, возможно, что те вещи, о которых говорил Генон, действительно ведут к жизни, а не к смерти. Это человек, который не был философом, не был культурологом, социологом, историком, но говорил обо всех этих вещах. Человек, которого очень не любили в католической церкви, к которому скепсисом относились классические философы от ислама. Человек, которого не любят эзотерики. Человек, который в пух и прах разбил, как он полагает, Лаванскую. Я считаю, что она нанесла огромный вред вообще западной цивилизации своими исканиями. И в то же время человек, который призывал нас не опускать руки. Несмотря на всю ту широчайшую критику европейской, шире западной цивилизации, несмотря на то, что человечество впереди ожидает закономерный конец, будет ли то страшный суд или завершение эпохи Кали-Юги, неважно, как это будет выглядеть. И тем не менее, всегда остается вот этот вот призыв к мужеству искать истину даже в самые темные времена. И при этом помнить о том, что дорог к этой истине очень много. Нет той одной правильной традиции, генона очень часто называют традиционалистом, нет той одной доктрины, которая хранит подлинную абсолютную истину. И все мы ошибаемся в той или иной мере. Но тем не менее, даже на пути ошибок все равно нужно выдерживать вектор стремления к первоначальной истине. Ну, кстати, генон сам не был любителем, когда его называли традиционалистом, но этот термин практически не использовал. Потому что здесь есть соблазн свести то, о чем он говорит, просто к почитанию каких-то антиквариатных вещей, каких-то древности, которые когда-то там были у разных племен и народов. Генон использовал латинский термин «примордиальная традиция», но буквально в переводе «изначальная», «первоосновная», «prima orde» с латыни. То, что он в начале вещей находится. И я бы его назвал, конечно, в то же время и философом, и историком все вместе. Другое дело, что он был не любителем таких вот современных ему преобладающих вариантов истории и философии. Но, тем не менее, это, безусловно, очень ученый муж. Два полюса, две вещи находятся в основании всяческого бытия. Это сущность и субстанция. Здесь он делает отсылки, конечно же, к Аристотелю, к классической античной метафизике. Сущность – это некий порождающий принцип. Это некая абсолютная идея, которая импульсивно пробивает путь к своей проявленности через довольно-таки косную, инертную субстанцию. Которая, впрочем, субстанция обладает каким-то собственным таким темным сознанием. Обладает собственным характером. И вот вся история, не только человечество, вся история природы, космическая история – это соединение двух этих полюсов – сущности и субстанции. Генон придерживался довольно классических для примордиальных разных вещей представлений о том, как это все проходит. Есть понятие цикла. Цикл – это период, большой период, когда из этой сущности выходят эманации, то есть выходят какие-то духовные волевые проявления, попадают в субстанцию, в такую первую материю, преобразуют ее, происходит процесс какого-то взаимодействия, и дальше разворачивается своя история. Следуя часто за лидическими концептами, вот в этой всей философии бытия, у Генона был хороший товарищ, Амара Кумара с вами, лидический такой лёг, философ, лидофизик, который много ему дал для погружения в глубокую веданту мыслей. Вот этот процесс нисхождения духа в материю от сущности к субстанции именуется мат-вантарой, проявленностью, тогда как изначальное состояние духа и, собственно, субстанции, когда они не соприкасаются, именуется пролайкой. То есть некая тотальная длительность, бесконечная длительность, вечность по-другому. Время возникает как ман-вантара, как желание нарушить эту вечность, желание духа внедриться в какие-то субстанциональные форматы. В итоге получаются конечные вещи, конечные истории, в итоге вообще получается наша история. У этого цикла есть свои периоды, они качественно очень сильно различаются. Когда дух только заходит в субстанцию, это очень такой светлый, радостный, духотвоенный период. У индусов, в веданте, он именуется или Крита-юга, или Сатия-юга, эпоха света, когда, метафорически говоря, люди сосуществуют с богами. И, в общем-то, мало от них чем отличается. Затем идет деградация, идет постепенное уменьшение присутствия духа и увеличение присутствия вот этой вот инертной силы субстанции, инертной силы материи, которая постепенно вытесняет дух, и история начинает играть уже по другим правилам. Ну вот если вспомнить пифагорейство, которым священным числом, особо священным числом, почиталось четверка, потому что четверка сочетает в себе, по мысли Пифагора, в потенции весь числовой ряд, то есть все в десятком, потому что один плюс два плюс три плюс четыре, мы получаем в десять. И вот эти юги, эти эпохи в Манвантаре, они как раз, их четыре, они занимают, значит, Сатия-юга, Крита-юга, занимает четыре десятых от Манвантара, от всего времени. Затем идет Трета-юга, вернее, два пара, да, идет, да, Трета-юга, она занимает треть от Манвантары. Это эпоха, когда нрава уже ухудшается, дух уже колеблется, но все еще остается сильным. Мир людей наполнен еще смыслом метафизическим. Люди еще не забыли о своем происхождении. Затем два пара-юга. Это эпоха, когда очень сильно уже под сомнение ставится какое-то высшее премордиальное происхождение. Люди больше увлекаются вещами, которые в материальном мире расположены. Ну и четвертое, Кали-юга, соответственно, занимает одну четвертую часть от Манвантары. Это эпоха Темный век, торжество богини Кали, богини разрушения по Веданде. Эпоха, когда человечество совершенно отворачивается от своих первоисточников, впадает в без памятства и занимается исключительно своими человеческими антропными интересами, которые не связаны больше с проектом человека с большой буквы. Человек в качестве такого вот изначального царя мира, изначальной какой-то космической величины, он совершенно размывается, исчезает, и человек становится человеком, который живет интересами рода, семьи, работы, удовольствия, адаптации, комфорта, ну и так далее. То есть исключительно посетствуем. Ну да, да, исключительно внедрено такое кайфовое приспособление к субстанции. Вот об этом Рене Генон много говорил, характеризуя именно таким состоянием наш с вами современный век. И он весьма красиво это обосновывал. Причем по мере того, как развивается вот эта история деградации мира, мир становится все более косным, он становится все более материальным, а история человечества становится все более подвержена законам количества. И если брать профанную историческую науку, Генон разделяет науки большой буквой традиционной, которые знают о внечеловеческом знании, восходящим к первым принципам. И их, конечно, эти науки мы сейчас, в нашу эпоху забыли. У нас остались профанные науки, которые пытаются делать вид, что ничего трансцендентного нет, и они изучают объективно существующую реальность. Так вот и история, изучающая историю человечества, в первую очередь, по сохранившимся письменным памятникам и артефактам, которые находят археологи. Так вот, самый последний период, наиболее темный, начинается по Генону с того светлого, как мы привыкли считать, момент истории, называемого Ренессанса. Вот то, что мы считаем возрождением, в картине мира Генона никакое не возрождение, а самое настоящее падение, когда история человечества приобретает еще большим импульс, ускорением к деградации. И очень ключевым понятием, которое характеризует изменение ментальности человечества, становится гуманизм. Это ужасное понятие, которое разрушает традицию, которое разрушает последние воспоминания о связи человечества с первопринципами. Гуманизм, говорит Генон, это тенденция соизмерять все в мире с человеком, соразмерность с человеком, когда человек воистину становится мерью всех вещей. И из гуманизма рождается следующий принцип – рационализм. Мы можем познать мир нашим разумом. Почему-то, это были проблемы современной философии и науки, но почему же наш разум устроен так, что нам доступно постижение микромира, мира галактик, квазаров, вселенных. Так вот, все, что может ухватить человеческая рациональность, то и существует на самом деле. А чего она не ухватывает, что не воспроизводится в эксперименте, что не поддается статистической обработке, о чем нельзя накопить много количественных данных, big data, того и не существует. Это вот ключевая иллюзия, которая напрочь отрезает вот этот вот вектор устремленности человека к метафизическому первоисточнику. И поэтому по гену, например, с начала 14-го века, когда заканчивается последняя попытка приостановить деградацию, когда заканчивается средневековье, начинается ускоренное разложение, разрушение нашего мира. И в целом гену вот в этом печальном процессе выделяет две стадии, которые в большей степени идут одна за другой, но иногда они параллельны. Это стадия извращения мира, а потом стадия разрушения. И вот как раз наше извращенное познание формируется уже даже не в новое время, как мы считаем, а формируется гораздо раньше, вот в эпоху Ренессанса. Я бы не назвал генуна, конечно же, антигуманистом или даже не гуманистом. Он, безусловно, гуманист, просто понятие гуманизма здесь следует различить как трансцендентный гуманизм и монетный гуманизм, ну или высокий и низкий гуманизм. Человек, как мера всех вещей, это известный древнегреческий слоган, который был начертан на храме Аполлона Дельфийского, самое почитаемое святилище в древнем мире, одно из самых почитаемых. И человек, ведь это не только вот сиюминутное существо, озабоченное едой, сексом и своими амбициями. Человек — это некий космический проект, это некая совершенно, ну, какая-то запредельная сущность, к которой человек земной, человек реально существующий вполне может себе истремляться как к своей цели. Ну, вспомните, у Лидри Ханитч человек — сверхчеловек, и человек — это лишь мост к сверхчеловеку. Гуманизм, на мой взгляд, вполне гуманизм, но с добавкой трансцендентный гуманизм. Потому что человек принимается не такой, какой он есть. Какой он есть, он, да, в общем-то, нам с вами тоже не особо интересен, как правило. Человек интересен как возможность, как нечто еще не сбывшееся, но которое вполне себе может сбыться. И вот в этом плане генон, ну, генона я бы, конечно, относился к трансцендентному гуманисту, вне сомнения. Что касается количества, о котором Елена упомянула, ну, здесь действительно сложно не согласиться с той его идеей, что жизнь постепенно, чем больше она освобождается от каких-то жестких авторитарных форматов, тем больше она попадает под такие же авторитарные форматы, только скрытого характера. Изнутри авторитаризм начинает нагнетаться изнутри, начинает быть свойственным человеку даже вне всякого внешнего принуждения. Скорее даже не авторитаризм, а тоталитаризм. То есть стремление подчиниться каким-то всеобщим жестким правилам. Правилам количества. Правило количества – это правило успешной реализации. Успешной, значит, соответствующий тому критерию, который принимается за успех. За успех в современном мире и какое-то время до нашего времени, современного ренессанса, в эпоху первоначального накопления капитала успехом считается помещение своих достижений в универсально конвертируемой ценности. Универсальные единицы. Соответственно, человек подчиняет свою внутреннюю реализацию, подчиняет свои желания, свои цели вот этому универсальному экогиваленту успеха. Тоталитарно, да, абсолютно тоталитарно. И при этом человек, как правило, не нуждается в том, чтобы его кто-то особо принуждал. Никто не нуждается, чтобы его принуждали к тому, чтобы он хотел больше зарабатывать, больше тратить, более качественно потреблять, более успешно устраиваться, получал большую прибыль. Это вроде как естественно. Но, как показывает Рене Генон, это естественно для эпохи упадка, для эпохи конца, для Кали-Юги. Человек в эпоху, когда еще не были забыты вот эти премардиальные позиции, не ставил себе цели и задачи вот такой бесконечный прорыв к универсальному успеху. И вот здесь у Генона очень интересная позиция о сакральных корнях профессионализма. Елена. Да, Генон в некотором смысле очень похож здесь и на Маркса. Рассуждая о том, что значит быть художником, ремесленником, допустим, в античные времена, он говорит, что заниматься ремеслом, это значит воплощать свою сущность в некотором действии. И он проводит такую параллель с современностью, когда человек может какую-то профессию выбрать сам, потом ее поменять в течение жизни несколько раз. В общем, не важно, чем он занимается. Для вот этого художника-ремесленника древности это невозможно. Потому что в профессии, в том деле, которым занят человек, должна воплощаться его сущность. Профессия – это предназначение, это судьба. Если у человека нет судьбы, то нет его самого, нет его настоящего я. Вот этот... Беспубликность. Ну да. Вот этот ориентир на подвижную, мобильную, свободную индивидуальность, он очень неосновательен с тех позиций, что человек, который может поменять все, что угодно, на все, что угодно, на что он ориентируется в итоге? На 7-минутный комфорт. На комфорт. На материальном углу. На приспособление к тому, чтобы лучше что-то потреблять, общаться с более значимыми персонами в своей жизни. Если на это, то такой человек, действительно, он скользит по поверхности, он не открывает собственного лица и даже не обращается сам к этому внутренне эмуляционному языку, не задается вопросом о том, кто он есть. С другой стороны, когда человек включает себя осознанно в свое призвание, будь то любая, совершенно любая профессия, любое ремесло, искусство, вот искусство править до искусства, там, созидать, там, горшки, там, или врачевать людей, или учить людей, и так далее, то здесь через вот эти вот профессиональные навыки он выражает как раз то, что генон именует сущностью, или вот этим внутренним я, выражает свой центр. Он выражает вот эту свою космическую царскую природу. И тут еще возникает еще одно понятие генона важное, инициация. Человек древности, когда еще мир все-таки помнил о существовании первого принципа, через вот это свое предназначение, через реализацию своего искусства, получал возможность стать посвященным в сообщество, там, профессионалов, вот в тот цех, которому он будет принадлежать, достигнув определенного уровня мастерства, когда он сможет в адекватной форме выразить в своем искусстве то, что он чувствует внутри себя. Вот то, что генон называет шедевром, то есть реализовать желаемое. Когда, например, вы пишете картину, вы видите, понимаете, что хотите сделать, и можете это сделать. И вот, проходя инициацию посвящения в сообщество вот этих художников, ремесленников, профессионалов, могущих создавать шедевры, человек прокладывает свой путь к первопринципу. И получается, что ремесло становится опорой для движения в сторону вот этого первоначала. А если человек современный генон, начало 20 века, первая половина, участвует в промышленном производстве, где ему не надо вкладывать душу, не надо вносить свою индивидуальность в то, что он творит, он сам является лишь элементом, колесиком в механизме формирования одинаковых, безличных вещей, которые поставлены на поток, ни о какой инициации речь быть не может, потому что люди становятся взаимозаменяемыми элементами. И они теряют ценность вот этой своей уникальной личности. И вот в этом смысле он близок к Марксу, это фактически отчуждение. Отчуждение. Да, да, да. Отчуждение труда, отчуждение по Марксу, ведь труд, это то, что человек и человеком делает, это то, что помогает максимально раскрыть свою внутреннюю и сущность, и свободу, и вообще свою идею любому из нас. Но когда этот труд становится трудом просто за деньги, за вознаграждение от этого времени до того времени, каждый день с выходными, то это, конечно же, превращается уже не в раскрытие внутренних потенций, не в свободный поиск, это превращается в работу. Работу, которая, в общем-то, по большей части человека делает не человеком, а животным. Как Маркс. Ну да. Как Маркс писал в своих голосовско-экономических рукописях, что человек в том, что, казалось бы, его должно бы делать максимально человеком, максимально похож на животное. Там, где он после работы окунается в чисто животное наслаждение и удовольствие, это еда, добрый сон, хороший секс, хорошая выпивка, ну, такие стальные биологические инстинкты. Вот там-то он чувствует себя по-настоящему человеком, там он чувствует себя освобожденным от рабской работы. В общем, это то, о чем Елена упомянула в контексте генона инверсия, переворачивание изначальных смыслов до полной противоположности. Инверсия – это некая, ну, можно сказать, такая саркастическая пародия на изначальную космическую, одухотворенную человеческую сущность. Современные люди говорят о свободе, говорят о личности, но понятие свободы, оно целиком и полностью практически, ну, практически, я говорю, что здесь есть, конечно же, наши внутренние баррикады, которые мы выставляем современному миру изнутри себя, но практически свобода наша реализуется в жестко предложенной системе координат. Ты свободен потреблять от этой позиции до этой позиции, ты свободен зарабатывать от этого до этого предела, ты свободен ориентировать себя профессионально, опять же, в соответствии с предложенными тебе вариантами современного мира, который, опять же, ориентирован, безусловно, на прибыль, на участие в денежных потоках и максимальное растворение человеческой деятельности в денежных потоках, которое выражается потом в понятии прибыль. Свобода это, конечно же, нет. Поэтому стоит очень, конечно же, критично, вспоминая Геннона, относиться к современным либеральным позициям как с правой, так и с левой стороны. Либерализм, там есть и пропластный либерализм, оппозиционный либерализм, но в данном случае не важно. В данном случае либерализм связывает освобождение человеческого сознания, расцвет человеческой культуры с таким понятием, как свободный рынок, как налаженное производственное отношение. Но по Ренегинону это, конечно, полная кровь. это пародия над человеческой свободой как таковой на человеческой культуре. Это идущее все дальше и дальше отчуждение. человека от своего собственного внутреннего лица. Да, и Генон говорит, что мы на самом деле можем даже замечать в тех событиях псевдоритуала, практически все, что происходит сейчас, можно назвать со словом псевдо. Псевдосвобода, псевдоритуалы, псевдоличность, псевдотруд. вот в этой некоторой наигранности, искусственности, мы видим, что теряется, вернее, уже потерян первоначальный, консцендентный смысл происходящего. Опять же, если возвращаться вот к тому техне античности, к ремеслу, оно практически все было сакрализировано, то есть имело смысл, созидание имело смысл сакрального действия. Что бы человек ни делал, он метафорически в некотором смысле действовал как священник. Он служил чему-то высшему, созидая на гончарном круге горшок, либо занимаясь политикой, это было служение высшему принципу. Сейчас этой этажа высшей нету, и поэтому все ритуалы становятся вырожденными, и они становятся ироничными, гипертрофированными, насмешливыми. Поэтому мы вроде бы конечно встаем при исполнении гимна, но не очень-то в него верим. Мы конечно празднуем пышные свадьбы, идем в ЗАГС, но не очень это ценим, союз мужчина и женщина, как священный. И через три месяца точно так же можно отпраздновать очень пышный очередной развод. То есть все вот эти социальные ритуалы, они становятся пустыми, они становятся внешними. И геном предупреждает, что следующий этап после этого извращения в нечто ненастоящее, искусственное, и насмешку над реальным. Следующий этап деградации это проникновение того, что он называет инфрачеловеческим, таким инфернальным миром. Вот в эти разрушенные, выхолощенные ритуалы, которые нам достались от предыдущих традиционных культур. Это очень интересный момент, когда геном очень мягко, с опаской, но говорит, что в современных политических тенденциях, в том, что людей охватывает стремление к наслаждению, вот в этом повальном материализме, который со второй половины 18 века охватывает Европу, просматривается некая воля того, кто противостоит высшему принципу, то есть того, кого мы называем противником или сатаной. И вот имеющие глаза увидят инфернальное влияние низших миров в той нашей повседневной практике, которая лишена смысла. Две небольшие истории, которые помогут характеризовать то, что имеет геном под настоящим профессионализмом, то есть над деятельностью, в которой есть служение смысл. Японские истории из жизни самураев. В одном округе прославился мастер чайной церемонии. Все говорили, что как мастер ему нет раб. В этом же округе жил мастер кендер, мастер владения мечом, который хотел, чтобы о нем тоже сказали, что ему нет раб, как мастер. они оба самурая, они оба по определению владеют так или иначе мечом, и вот мастер меча приходит к мастеру чайной церемонии и вызывает его на поединок. Он говорит, что два мастера это как-то многовато, такой маленький округ. Но тот как самурай не имеет права отказаться, он принимает вызов, но перед их совершается в полуэмоции, страсти и считается недостойным настоящего воина. Естественно, мастер церемонии, как мастер проводит эту чайную церемонию, после чего мастер меча кланяется, говорит, да, ты победил, ты более великий мастер, чем я признаю, и уходит. История о том, что не владение конкретным предметом важно, а состояние, которое это владение дает, состояние мастера, который является проводником какой-то иной трансцендентной реальности. И другая история, чем-то похожа на первую, тоже из жизни самураев, приходит ученик к мастеру стрельбы из лука, просит его научить этому искусству, тот с некоторыми колебаниями принимает его, долгое время тренируется и затем вызывает мастера на поединок, чтобы доказать, что он тоже достиг мастерства. Воины становятся довольно на большом состоянии друг от друга, начинают пускать друг друга стрелы, но они оба так хороши, что их стрелы сталкиваются в воздухе, падают и не ранят никого. Когда стрелы в них заканчиваются, мастер говорит своему ученику, хорошо, пойдем на следующий этап, посмотрим, какой-то мастер, они поднимаются на высокую гору, становятся, мастер подходит к краю этой горы, скалы, становится на обрыв таким образом, что он спиной к пропасти, кончиками пальцев, ног, он стоит на земле, а пятки его повесили на пропастье. Он достает стрелу и просто стреляет вверх и предлагает ученику повторить. Когда ученик все это наблюдал, ладони ему были мокрыми от пота, он дрожал и он не повторил. На что мастер ему говорит, да, ты овладел мастерством при стрельбе, но самое главное мастерство вне стрельбы, мастерство без стрельбы. Вот об этом говорит Ренегинон, как о самом главном в любой человеческой деятельности, достижении такого внутреннего сущностного состояния, которое можно назвать состоянием мастера, можно назвать состоянием такого большого высокого гуманизма, достижения вот этого внутреннего человека. Ну, как-то так, да. В античности еще сохранялись следы древней традиции в мистериях, в первую очередь в эллифсинских мистериях, и первые философы, они были в том числе и посвященными. Вообще, философия, как любовь к мудрости, была первой ступенькой в отношении к этой мудрости. И мудрость можно было постигнуть через ее переживания при инициации и внутри этих мистерий. Это истина была как внутреннее состояние, озаренность. И вот VI век до нашей эры, ориентировочная дата рождение древнегреческой философии, классической греческой цивилизации, из которой вышла европейская цивилизация. Истина становится делом публичного спора, дискуда. Истина становится доступна любому, если он улавливает ход мысли философа. И в этом смысле она профанируется. Истина становится частью профанного мира, и отсюда будут рождаться профанные науки, и само общество начинает утрачивать вот это ощущение истины как внутреннего состояния. И почему современная наука профанна? Потому что мы можем обучить любого, не посвящая его, не требуя от него внутреннего переживания, первооткрытия, этой истины, а лишь дав ему определенное количество знаний. Вот опять от качественной истины как состояния, как переживания мы переходим к количеству знаний, вложенных в голову ученика. И в этом смысле современный ученик не получает той инициации от учителя, которую должен будет получать. Поэтому образование у нас тоже становится профанным. мы утрачиваем связь с трансцендентностью. И в то же время, в силу поэтому своего невежества, современный человек начинает путаться в понятиях и смешивать в первую очередь то, что относится к сфере духа, сфере трансцендентного первого начала, и то, что относится к сфере психического и начинает принимать свои психические процессы как некоторую цель, к которой надо стремиться. Ощущение гармонии, ощущение наслаждения. И Генон уже тогда, первая половина двадцатого века, критикует вот эту увлеченность европейцев йогой, например, потому что это не та йога, потому что йога выхолашивается, вырождается в комплекс физических упражнений, которые в то же время могут принести вред человеческой психике, потому что европейец не понимает истинное назначение йоги, и не понимая этого, он привлекает в свою жизнь как раз те инфернальные силы, которые никогда не требуют, потому что как только традиция, подлинная традиция устремления к первопринципу теряет связь с духом, становится более ритуализированной, внешней, тем, что можно повторить, ее вот эту форму тут же начинают использовать те темные силы, которые стремятся человечество погубить. Здесь Ренагенон как-то горячий француз, он, конечно, любил радикализировать вещи, к примеру, долгое время он совершенно отрицал какую-то вообще сущностную, примордиальную составляющую буддизма, читал буддизм чистым нигилизмом, который пришел разрушить священное требование Данте. Ну, пока, вот, опять же, его приятель Амара Камура Свами не показал ему также внутреннюю глубинную сторону буддийского учения, после чего Денат стал с уважением к этому делу относиться. Ну, что касается таких вещей, как инициация, посвящение в ту или иную сферу. Ну, вот, отличие современного профессионализма, в нашем понятии, это владение некими инструментами, владение механикой и получение продукта. То есть, это в любом случае оценивается то, что ты произвел, то, что ты сделал в качестве какого-то отчуждения от собственного труда. Сакральное искусство, сакральное ремесло придерживается другой позиции, там другая цель. Там цель в том, чтобы то, что ты делаешь, меняло тебя с ума. В этом плане вот таким классическим проявлением сакрального спиритуристического состояния в науке является лукоалхимия средневековая, где эксперименты ученых мужей с различными элементами, с различными веществами были символическим подобием того, что должно было происходить в их собственном внутреннем мире. И там тоже 4, четверка вообще священная числа для всякого рода процессов, 4 стадии, которые с одной стороны производились в алхимических ретортах, были связаны с смешением серебра, ратути, серы, прочих популярных элементов алхимика, и с внутренним непреображением процесса этого дела это негреда, это альбеда, это цитринитас и робеда. То есть изначальная чернота, такой прыжок в бессознательное море субстанции, в первоматерию, аква перманец, затем очищение, такое жесткое, очень травматическое, зачастую, альбедо, белизна, переход к акроспиритуалис, к воде, такой духовной, из воды изначально. Затем цитринитас, это раскрытие всех потенций этой белизны, ну, собственно, спектр разложения, распределения светового потока на семь цветового радуги, на семь лучей, такой фарфинок. И робеда, красная, это слияние уже очищенного состояния сознания с духом. Красная, как царский свет. Вот эти все штуки алхимик делал на элементах, данных ему природой, и проходил эту всю историю внутри себя. В этом было значение его работы, а не в том, чтобы добыть золото из свинца и прочих элементов. Ну, собственно, алхимики так и говорили, ауру нострум но эст ауру вульги, наше золото не есть золото всех, не есть золото толпы. То есть под золотом, конечно же, не понималось у них добывания действительно этого презрентного желтого металла, золото это некое измененное состояние их собственного сознания, ума, души и так далее. Ну, и ключевым тезисом, алхимиков был тезис, конечно, хабет с символом бацвус эс транзиту, с владеющим символом легок переход. То есть все, что ты делаешь, это лишь метафора, это символ, это знак, который указывает на иную скрытую форму реальности. Поэтому человек не привязывается к материальному проявлению своего производства, а производство имеет продолжение в той сфере, которую измерить уже крайне сложно. Да, и вот опять возвращаясь к современности, Кенон говорит, что современный человек пытается использовать использовать остатки традиционной культуры, искать что-то вне обычной данности в таких техниках, например, как психоанализ, который погружается в подсознание бессознательное. И вот психоанализ является тоже очень интересным объектом рассмотрения, потому что с точки зрения Кенона это совершенно сатанинская техника. Вот. И она сатанинская именно потому, что психоаналитик, во-первых, он проходит то, что Кенон называет контр-инициацией, то есть как минимум 400 часов собственного психоанализа и получает неизгладимое повреждение на всю свою оставшуюся жизнь. А потом психоаналитик начинает концентрироваться на низменных, низших проявлениях человеческой психики, которые своими корнями уходят в инфернальность. И вот это вот исследование низменного мира психики привлекает в то же время низкие энергии других миров. И в наш мир открываются такие вот небольшие как бы мир пробивает дно среднее человеческое в миры низшие, которые должны быть закрыты. И если человек не устремляется вверх к высшему первоначалу, он так или иначе становится игрушкой темных сил, сам этого не понимая. И тоже происходит с вырожденной традицией, например, с шаманизмом, который когда-то имел тесную связь с верхним миром, но постепенно он вырождается, остается простая магия, простое колдовство и связь с темными энергиями. Поэтому для генона важно не только внутреннее состояние человека, который стремится к совершенствованию, но и важен контекст. Человек должен помнить всегда, что он находится в мире, где есть внечеловеческие энергии, внечеловеческая воля, которая воздействует в том числе и на него. И в чем слабость в том числе психологии и социологии в том, что профанная наука пытается исследовать человеческую душу, не учитывая всех ее компонентов. А в человеческой душе есть не только собственно человеческое, психическое, но и влияние как верхнего мира, так и нижнего. А наука не может их рассматривать по определению, и поэтому для психологии остается многое загадкой, многое остается непредсказуемым в человеческом поведении, в развитии человеческой личности. И в целом психика остается черным ящиком, когда мы знаем, какие есть воздействия на входе, получаем какой-то результат на выходе в виде поведения, но все это и внутренние кухни мы не понимаем, потому что не учитываем вот эти структуры, подлинные структуры мироздания, которые имеют констендентные области, влияющие на человека. Говоря о количественном характере психоанализа и психологии, вообще здесь можно действительно во многом согласиться с доводом генона о том, что психоанализ предлагает человеку бродить по некому бесконечному кругу своих уже имевших место переживаний, своих детских эмоций, страхов или радостей, или юношеских, девичьих и так далее. Психоанализ обращен к прошлому, причем к бесконечному накручиванию этого прошлого, его проживания, в результате которого видится освобождение, осознание, принятие и освобождение. В этом плане традиционная сакральная премардиальная традиция поступает гораздо более радикально и, в общем-то, я бы сказал, более прагматично в отношении к человеческому будущему. Вот эта вся история детских состояний, она просто отсекается в процессе посвящения. Посвящение состоит из трех этапов. Любая инициация, настоящая инициация, это три стадии, это уход, это концентрация и возвращение. То есть концентрация как преображение. Уход, преображение, возвращение. Сначала человека, ну, по сути, еще ребенка в традиционных племенных и полисных культурах посвящали лету 13-14 юношу, да, и девочек также, в общем, полностью отрывают от семьи, причем он не считается полноценным человеком, пока он ребенок. Даже в таких продвинутых, казалось бы, высоких, гуманных историях, как божественная комедия у Данте и вообще в христианстве. Ребенок, если он не прошел ритуал инициации через крещение, он не спасает свою душу, он изначально принадлежит некой сумеречной зоне. Данте помещает таких умерших некрещенных детей в римб, царство, которое не рай и не ад, и не честилище одновременно, что-то такое непонятное. В общем, человек, ребенок до посвящения это скорее больше животное, больше такое хаотичное субстанциональное создание, чем личность. А когда человек же проходит первую стадию, уход от вот этой биологической своей природы, отрывается от своих животных корней, тогда он может считаться чем-то интересным, тогда он обретает некое внутреннее лицо. Преображение происходит довольно-таки либо болезненными, либо мистическими, метафизическими способами. Здесь, конечно, огромное количество разных примеров существует. Ну и возвращение. Возвращение это человек приходит опять к своим близким, в свой дом, в свое племя, в свой род, но он уже иной, он уже получил прививку от вот этой первичной своей хаосной, бессознательной природы, он уже получил, открыл себе некий внутренний стержень, он уже знает, куда ему ориентироваться, для чего он живет, он чувствует свой путь предназначения, он имеет свою судьбу. Ну, как иллюстрация, пример, посвящение у одного из племен в Северной Америке у индейцев, в 14 лет парня забирают, на месяц его оставляют в совершенном одиночестве в небольшом типе, регламент, где он должен предаваться очищениям, практически ничего не есть, думать о том, что ему предстоит за тем момент преображения встречи с шаманом, который дает ему напиток, ну, в том племене назывался Тулач, такой мощнейший галлюциноген, тот на 2-3 дня в этот суток заходит в осознанное сновидение, он должен там все очень хорошо запомнить, потому что то, что в этом сне этому индейцу приведется, это и будет его дальнейшая судьба, и дальше он должен будет своей жизнью просто раскручивать то, что вот в эти 2-3 дня ему пришло, затем еще на месяц его оставляет, чтобы он это все осмыслил, тоже в одиночестве, а затем 4-я стадия перед возвращением приходит за ним его соородичи, посвященные уже мужчины, раздевает его, привязывает к термитнику и уходит, ну, он должен еще и пройти страх смерти, затем возвращается и изрядно покусанного забирает, лечит, после этого готовый член здорового общества. Чаще всего, да, в процедуре инициации все равно содержат выраженное ощущение боли и переживание краха всего и страх смерти, и только получив вот этот вот заряд энергии, человек может заново родиться, родиться в качестве полноценного члена общества, который несет ответственность, который имеет свою родовую идентичность, который четко знает, кто он. Заметьте, что в современном обществе человек волен выбирать уже, он может поменять себе имя, он может поменять себе пол, он может переразмыслить свою национальную принадлежность. В Австралии, когда была берега из населения, часть товарищей не считали себя представителями хомо-сапиенс, они были эльфы, тролли и еще какие-то. Вот это вот размывание идентичности, которые можно менять, скидывать, это как раз признак упадка, когда человек утратил тот самый путь, по которому он идет. А значит, что он не принадлежит себе, и скорее всего он будет принадлежать кому-то другому с той темной стороны мироздания. И вот эти вот игры, псевдо-игры, псевдо-ритуалы, допустим, которые в общежитиях университетов у первокурсников бывают посвящения. Когда человек получает свой паспорт, идет, напивается, или когда одиннадцатиклассники едут в лимузине по всему городу, в стрип-клуб, потому что они уже взрослые. Это разрушительные ритуалы, которые остались только как отголоски тех вот инициаций, смысл которых мы не тратили. Но у нас осталось ощущение, что что-то надо, что-то должно произойти, причем достаточно экстремальное. Ну, по крайней мере, там, питься алкоголем, потратить все деньги, вступить в множественные половые связи, все это за один вечер. Ничего другого современный подросток себе найти практически не может. И еще хуже, если даже этого не происходит, и не происходит формирование вот этой идентичности, а я кто? Как взрослый человек, как гражданин, как мужчина или женщина. и тогда человеческая личность, вот эта вот, та сущность, которая есть в человеке, она не может пробиться в реальность. И человек оказывается погруженным исключительно в субстанцию, в мир материальный, и все больше становится, он как бы вращивается в мир вещей, становится зависимым от вещей, становится зависимым от того, что Генон называет промышленностью, мы сейчас бы сказали от технологий, от производства этих вещей, которые надо постоянно менять, в производстве которых надо участвовать, и Генон еще тогда уже пишет, что человечество становится беспокойным и погружается в спешку. Сейчас всемирная организация здравоохранения говорит, что ведущее психическое расстройство это тревожное расстройство современности, и вот это полное ощущение зависимости от времени, ничего не успевает, надо быстрее, быстрее, надо успеть качественно отдохнуть, качественно поработать, получить результат, выстроить карьеру, сделать идеальную семью, ничего это не получается, но в то же время в инстаграме надо показать красивую картинку себя. Вот это зависимость от внешних проявлений, как я выгляжу в глазах других, зависимость от вещей, когда я поменял свой последний телефон, как раз выражает вот этот процесс вращивания в материальность, в количественность, и в извращенность тех остатков ритуалов, которые еще существуют в нашем обществе. насчет тревожности с геноном бы согласились с такой современный пультуролог, Олдин Тухер, который говорил на своем путуро-шоке о том, что главное качество современного человека это мобильность. И мобильность это такова, что человек вынужденный, чтобы успевать соответствовать социальным нормам, двигаться, думать, действовать, работать, отдыхать с такой скоростью, что у него просто не возникает, не успевает возникать какая-то осмысленность происходящего с ним. Его идентификация просто не включается в процесс его действия. Он действует по большей части автоматически. Так привычно, да. Или кофе за сходу например. Подводя итоги, всего сказанного при моем безусловном согласии с множеством тезисов Рене Генона, слава богам, что люди наподобие Рене Генона не обладают властью, что они не вольны, не способны принимать какие-то законы, не способны действительно контролировать процессы человеческой жизни. Если бы на основании вот этих принципов какой-то власть, имеющая человека, попробову перестроить жизнь человечества, Третий Рейх бы просто отдыхал где-то в сторонке по масштабности и глобальности принуждения, которым подверглась бы человеческая природа. очень большой, один из самых больших и самых крутых соблазнов для человека, особенно для думающего человека, это полагать, что его разум, разум этого человека знает отличия высокого низкого истины и заблуждения настоящего и ненастоящего. Вот эти критические посылы, которые генон обращают к современному миру, они однозначно имеют основания, они безусловно скрывают те болезни, которые для этого мира есть. Средство, которое можно бы предложить, читая генонов, этих болезней, возврат к вот этой изначальной прем радиальной традиции по большому счету это отказ от того, что человечество, человеческая природа, так или иначе, за всю свою историю уже обрела этот отказ от своего опыта, опыта жизни без авторитетов. Изначально Рене Генон в своей работе «Кризис современного мира» предлагает варианты такого заговора, посвященных против современного мира, которым было бы круто поучаствовать любому мыслящему существу, восстановление такой средневековой идиллии, по крайней мере, на территории Европы. В поздних работах, таких как «Царство», «Количество» и «Дух времени» он уже меньше обделяет внимание такими прогностическим историям, а в большинстве оттачивается действительно на анализе тех болезней, которые есть. Вообще Рене Генона очень полезно читать для того, чтобы сознавать ну, в общем, то, что большая часть окружающих нас мыслей, вещей, событий это спам. И чтобы найти нечто настоящее, настоящее, надо действительно запускать какие-то внутренние инициативные процессы, надо искать то, что имеет смысл. Из его работ, ну, вот упомянутые две, да, действительно, я бы рекомендовал прочтению, «Кризис современного мира» более простая, более ранняя, там в целом дается картина изначальной, традиционной истории и процесса регидации, царство, количество и дух времени, знамени времени, да, она посложнее, там больше метафизики, больше, ну, больше и социологии с другой стороны, такой интересной, скажем так, мне поинтереснее она кажется, но она более зрелый период написана. Рядом с геноном, конечно, можно поставить, если вы хотите получить очень яркие подробные иллюстрации к тому, что он описывает, конечно, Мирча Элиаде, румынский исследователь, этнограф, его многочисленные работы, ну, возьмите хотя бы шаманизм, если вам интересны аспекты инициации, если вам интересны аспекты, как в разных совершенно, в разных культурах, племенах происходило перемещение между разными мирами, соединения, то это тайное общество и ритуал в двух томах, ну, или миф о вечном возвращении, тоже работа Мирча Элиады. В принципе, работы Карла Госта Войнга посвящены аллхимии, такие как психология, аллхимия, мистериум канюнтио, они тоже подойдут для знакомства с тем, что значит связь с этой внутренней сущностной традицией. Как-то так? Да, и Кенон еще интересен своим языком, чтобы его читать, надо сидеть в тишине, быть очень сосредоточенным, и в своем роде это тоже получается такая медитация над текстом, очень витиеватым, со множеством отступлений, пояснений, и вот само по себе чтение как процесс очень захватывает. Да, при этом хорошо можно какую-то медитативную музыку включить, чтобы совсем было измененное состояние, и он, да, он хорошо читается под это дело. Прилично термитник еще. Это потом термитник, да. Термитник и, как вы там говорите, лимузин с девочками и водкой. Просто термитник. Вопросы, пожалуйста. Уголь этот левик внизу. Роман Валентинович только что ссывался на какое-то африканское плеве, на протяжении процесс инициации. Это не так далеко в Центральной Азии, смотрите, там выдачи паспорта человеку, ну, однозначно есть процедура пронес в голову врага. Все, прошла инициация. И это не только в этих районах мы сосуществуем сейчас. Передовое государство одновременно с такой архаикой. Шотландии, горцы, недалеко, так сказать, относительно исторически, чуть ли не в десятки, и там такие же нравы были. И это все подспорно существует. понятие духа, да, оно может быть очень своеобразным у людей, которые придерживаются вот по позиции такой вот подлинной, настоящей, древней традиционности, древней премодиальности. Принести голову врага, да, это действие духа, это процесс, когда дух ведет тебя правильным путем. У нас остается две минуты, да, давайте. Мне кажется, про ритуалы очень важно, как геномик собирается отличать вот этот истинный ритуал из приманеряемой традиции и современной какой-то поездки в лимузин. Потому что у трансцендентного и у психологического есть одна общая черта, они скрыты от наблюдателя внешнего. Даже если вы сейчас будете сегодня ритуал производить, я не понимаю, вы это всерьез или вы на лимузин едете. А как геном, оценивая ритуалы трехтысячелетней давности, пытается сказать нам, что они истинные и там что-то трансцендентное было, а мы сегодня, значит, пародируем. Может быть, нет? Ну, на самом деле, геном-то надо у него прочитать, как он говорит о том, что вот мы и не можем сейчас доподлинно отделить собственно психологическое свое ощущение, как здорово там с рутиногенными грибами было, от тех мистических переживаний, которые были тогда. Откуда он знает про тех мистические переживания? У него по определению есть представление об истории, когда вы были ближе к первоисточнику и имели к нему доступ. Это же просто крупное определение. Он говорит, что... Ну, естественно, естественно, это не эксперимент. Здесь нельзя поставить эксперимент. Нельзя давать логические груди, это странно, причем базовое свое положение. Да, он, конечно же, идет не рациональным, не научным путем. Он просто задает определенную картину мира, как аксиоматика, а уже исходя из нее, раскладывает все остальное безусловно. В этом смысле Эрнегин, он, конечно же, идеолог сакрального, да. Это не ученый, это идеолог сакрального, да. Ну, и более того, он говорит, что наше вот это стремление к эксперименту, к подтверждению, к проверке. Ну, да, это мощный это тоже признак деградации. Библиотека заканчивает несколько раньше, чем прочие места, поэтому на сегодня мы откладываемся. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ГИ центры Симонт Rabbila Яс्ulent